Здравствуйте все в эфире Укрлайф ТВ, с вами Сергей Алушкин и сегодня мы бы хотели анонсировать то что на Укрлайфе начнется совместный проект с организацией фабрика мысли Донбасса и сегодня у нас в гостях руководитель этой группы Дмитрий Ткаченко помимо всего еще и советник министра информационной политики приходится а также Виталий Овчаренко журналист писатель и собственно один из героев вот этого проекта который называется новые герои Донбасса в общем здравствуйте и давайте пожалуйста расскажите нам что же это за такие герои Донбасса в данном случае мы говорим о телевизионном цикле первый телевизионный цикл будет из 25 передач и который будет описывать истории такие 15-минутные истории журналистов гражданских активистов волонтеров добровольцев участников АТО и донецких партизан да это также будет еще несколько историй донецких партизан которые описывают в первую очередь а что же произошло отвечать на вопрос что же произошло вот с 1 марта 2014 года когда так называемая российская весна пришла в пришла в Донецк и вообще в Донбасс когда по сути война пришла на нашу землю и очень важно что эта история самих очевидцев это история самих участников которые с первых минут или с первых дней сначала видели а потом принимали участие в том например сопротивлялись там вот этой вот российской весне и сделали все от себя возможно для того чтобы показать что там что Донбасс это Украина что люди которые там жили хотели жить в мирной спокойной единой стране и вот вот 25 таких вот первых ласточек это в первую очередь мы рассчитываем на наши целевая аудитория это жители оккупированных и подконтрольных территорий Донецкой Луганской области до войны это было 7 миллионов населения мы должны понимать что вот в три миллиона населения сейчас живут в режиме оккупации и у них нет достаточно достаточного доступа до украинского до украинского телевидения и до украинского контента и вот например у нас есть одна задача это провести такую широкую информационную кампанию для того чтобы через хотя бы до там до 45 лет да там 18-45 вот эта аудитория которая активно как пользуются интернет социальными сетями новыми медиа и вот для того чтобы через определенные инструменты донести это это к ним но этот продукт будет также полезен как я вижу еще и для жителей всей Украины потому что Донбасс Донецк ассоциируется у большинства украинцев с бандитами с сепаратистами с коллаборационистами мы мы же хотим показать вот новое лицо этого региона да то есть действительно достойное лицо людей вот с очень высоким гражданским сознанием которые многое сделали которые не раз многие из них не рассмотрели смерти в лицо вот виталий сможет рассказать свои истории из дебальцева и которые достойны того чтобы представлять вот свой регион год для жителей всей страны у нас есть планах также еще и трансляция этих передач дублирования или субтитров субтитрования и трансляция этих передач на заграницу для того чтобы люди во всем мире это видели но это уже чуть чуть позже давно у нас возникла идея этой передачи на самом деле идея была давно и существовала она давно да я мы просто ну как наш аналитический центр просто первый кто это сделал первый кто взял и визуализировал эти истории на самом деле мы хотим сделать уже в этом году есть предварительные наговоренности большой документальный фильм очень крутой документальный фильм донбасс оккупация сопротивления для того чтобы показать показать вот что происходило весной летом или даже еще до этого да как сливал создавался регион кто первый организовал эти митинги про украинские как как гражданское общество донбасса про просто взял взял и мгновенно отреагировала и противостояла вот этой всей информационной разводки спецслужб российской федерации конечно советую вам глянуть и фильм от укрлайф тиви называется виттерны не тоже документальное кино снятое вот по сути о вот этом самом первом периоде отторжения потому так и называется хорошо скажите чем вот эти передачи такие особенные вот почему именно их будут смотреть во первых это уникальный опыт люди делятся своим уникальным опытом например как они как от первого лица безусловно например во первых например вот если мы возьмем первую передачу леонид краснопольский он рассказывает как он родился как гражданин до леонид известный волонтер вот сейчас он делает даже патриотические комиксы было на студии кстати да и он еще не раз об этом расскажет есть истории например там богдан чабан или александр глоткой которые постояли у истоков партизанского движения например богдан чабан это равлики с александр глоткой это группа тени которая непосредственно который непосредственно рука координировал координировал работу нескольких партизанских отрядов и насколько я понимаю до сих пор координирует потому что до сих пор есть люди которые не оставили оккупированную территорию и до сих пор борются военным путем. Есть множество историй, например, Александр Владимирович Шилов, командир 5-й роты полка Днепр-1, который тоже рассказывает свою историю. Это уникальные истории дончан для дончан. Это уникальные истории дончан для украинцев, которые увидят, что где-то между нами нет разницы, а где-то они увидят, что это настолько интересно и захватывающе, что они проникнутся уважением как непосредственно к героям, так и ко всем жителям региона. То есть, по сути, мы говорим о всей Украине, мы боремся с такой позицией, как изоляционизм, когда некоторые думают, что если отрезать вот эти территории оккупированные и забыть о них, и перекрыть все снабжение, перекрыть свет, газ и воду, то это будет лучше. А мы говорим, нифига, нифига лучше не будет, потому что мы как общество не можем кинуть 3 миллиона своих сограждан. И если мы это сделаем, это будет вот этот тест на зрелость на нас как общество. Если мы своих кидаем, тогда кто мы? То есть, есть ли у нас что-то героическое? Я считаю, что мы должны бороться до конца, и в первую очередь мы должны бороться до конца за умы этих людей. И вот этот медиапродукт, это первая часть вот той глобальной стратегии, которую в том числе, например, с Министерства информационной политики мы разрабатываем, для того, чтобы действительно вернуть умы украинцев в Украину. Виталий, а вот вы расскажите, пожалуйста, как вы, собственно, попали в этот проект, в цикле передач, вот как-то свой опыт захотелось передать всей Украине? Ну, меня Дмитрий пригласил, да, как организатор проекта. Наверное, пригласил за то, что мы там весной 2014 года, когда начиналась российская оккупация Донбасса, мы с товарищами и друзьями собрали такой неформальный коллектив, который, скажем так, методом физического воздействия доказывал вот этим вот тетушкам пророссийским, которые приехали с Ростова и с Воронежа в Донецк. Мы им доказывали о том, что Донецк – это есть Украина, и что желто-синий флаг, который висит на госучреждениями, нужно уважать как минимум. Ну, после этого отправился в один из добровольческих батальонов и побыл в Дебальцево, как Дмитрий уже вспоминал. Ну, и вот, наверное, я его за это пригласил. Сразу могу сказать, что Виталий готовит книгу, документальную книгу, которая будет уже в феврале или в марте презентована, и которая будет называться «Дебальцево». То есть это будет, наверное, первая книга подобная. Да, на данном моменте еще Дебальцев никто не писал. Что-то подобное известному аэропорту «Лойка». Ну, вот не хватает сейчас Украине таких вот книг, написанных в реалистическом жанре. Сколько можно пережевывать постмодерн, когда у нас в стране такое происходит, и только реализм может показать реальную общественную критику этих явлений. Гиперреализм. Ну, тоже, конечно, натурализм не самое лучшее. Расскажите вот о своих впечатлениях, возможно, при участии в передаче. Я так понимаю, что опыта у вас, конечно, хватило и не на одну книгу, а в формате передачи нужно самые основные моменты пересказать. И вот интересно, почему вот вы именно те события, которые вы выбрали, рассказывали? Ну, это война, наверное, как бы обострение всех чувств идет, да, как бы. То есть вопрос стоит жизни и смерти, в буквальном смысле, да. Вот как бы ты реально участвуешь в этих всех ситуациях, где тебя может там в день убить, ну, там, по 15-20 раз, да. Где мы иногда шутим с ребятами, с которыми выжили, что это мы свой жребий, скажем так, свое везение, мы до конца жизни исчерпали буквально там за две недели в Дубальцево. Потому что везу-везу нам очень часто. Я хочу еще сказать, что вот, ну, я хоть и снялся, да, там, ну, видит, не там, герои Донбасса, да, как называется сюжет. Ну, вот такие герои в Донбассе, их, ну, во-первых, я себя героем не считаю, просто считаю человеком с активной жизненной оппозицией. Но настоящих героев Донбасса их очень много. Они сейчас живут по всей Украине, в том числе живут на купюрных территориях. Это и те, кто под страхом смерти рисуют желтые синие флаги в Донецке, да, те, кто распространяет листовки, те, кто сообщает о передвижении оккупационных российских войск, те, кто еще там живет, и те, кто уже выехал, те, кто элементарно собирает волонтерскую помощь, собирал и собирает ее. То есть таких героев Донбасса, их очень много, которые выбрали Украину, которые, как говорится, не словом, а дивом доказывают Донбассу, Украине и всему миру о том, что Донбасс – это есть, собственно говоря, Украина. Но ведь, к сожалению, мы вынуждены тоже и признавать, что не все украинцы остались верными позиции своей активной гражданской, но тоже интересно было бы осветить для всего общества, а какой же реальный процент тех людей, которые не стали защищать свою родину. В июне 2016 года нам удалось провести исследование, оно звучит так, как исследование особенностей сознания и идентичности жителей оккупированных и освобожденных территорий Донецкой области. Сейчас мы делаем подобное исследование по Луганской области, в марте мы будем готовы озвучить первые эти результаты. И вот это исследование показало множество, отдало нам множество информации для раздумий. На базе этого исследования мы сделали свою коммуникационную стратегию, которая в том числе легла в основу стратегии информационной реинтеграции Донбасса. И вот наше исследование показало, что уже полгода назад, чуть больше 18% жителей оккупированной территории Донецкой области, так называемой ДНР, считают себя в первую очередь гражданами ДНР. То есть такая новая идентичность возникла. Да, то есть если мы в 2014-2015 году уже понимали, что они активно начали эту фейковую идентичность раздувать, то сегодня мы можем сказать, что для какой-то части населения так называемая Донецкая народная республика и гражданин ДНР – это уже реальность. И здесь мы можем сказать, что да, мы проигрываем эту информационную войну, потому что у нас нет, ни в Донецкой, ни в Луганской области, у нас нет нормального телерадиовещания. Да, у нас даже на подконтрольных территориях есть белые пятна. Например, в Донецкой области это от Авдеевки до Марьинки, такое достаточно сильное белое пятно. Такое же есть в Луганской области. И наша задача, задача украинской власти на этот год – это не только возобновить телерадиовещание на подконтрольных территориях, но и охватить хотя бы самые большие агломерации Донецкой и Луганской области. Это Луганск, это в первую очередь, и Донецк, Макеевка, Горловка и желательно Янакиево, для того, чтобы наконец-то начать вот этот вот диалог и перестать терять умы своих граждан. Кроме того, извините, кроме того, если бы этих людей, которые, как говорится, не словом отделом были бы против Украины, оказалось бы достаточно много, российского вторжения не произошло бы. Так мы прекрасно помним, в августе 2014 года война медленно подходила к своему концу. Все эти, скажем так, диверсионно-разведывательные группы России и местных коллаборантов, они уже были фактически закрыты в некоторых городах, они уже были фактически изолированы. То есть мы считали, ну, уже дни конца АТО, мы уже там отчитывали буквально. И что произошло? Произошло потом прямое российское вторжение. То есть тех людей, которые с оружием в руках против Украины, среди местного населения, так уж и много оказалось. Но, тем не менее, вот те люди, которые вот как-то пытаются выживать, свыкаются с оккупационной, пусть так, идентичностью назовем ее, то как вот вы планируете вести информационную политику, вот на что она будет направлена? На то, чтобы показать им неправильность их позиции или показать, что в Украине лучше? Какими приемами собираетесь подкупать? Дело в том, что в первую очередь люди, которые живут и на оккупированных, и на подконтрольных территориях, должны понять, а что на самом деле происходит. Например, наше исследование показывает, что большинство населения Донецкой области верят, что это скорее гражданский конфликт, чем война с Россией. И это, вот меня это до сих пор удивляет, потому что люди, которые видели, как на самом деле, или хотя бы могли увидеть, а что же происходит на самом деле, кто эти люди, которые собираются возле облгосадминистрации, или кто эти люди, которые приехали в ваш город на танках и БТРах. Но вот такого понимания окончательного не происходит и не произошло. И мы, например, одна из наших тактических задач, мы должны донести до наших сограждан на этих территориях, что происходит прямая война с Россией, которая имеет черты гражданского конфликта. Но это не гражданский конфликт, это не гражданская война, которую нам хотят навязать кремлевские технологии извне. Это раз. Второе, мы должны показать тем людям, которые верят и ждут возвращения Украины, дать надежду. Мы должны постоянно подпитывать эту надежду, что мы о вас помним, мы о вас не забыли, и Украина обязательно вернется. Вот та аудитория, которую мы называем в наших исследованиях и сегментациях, Украина по надусе или Донбасс это Украина, вот мы так проукраинскую аудиторию называем, то есть мы должны вот таким образом с ней коммуницировать. Мы должны показывать, вот, например, новые герои Донбасса показывают реальное лицо донецкого сопротивления, реальное лицо волонтеры, добровольцы. И вот эти лица должны быть показаны там. Не только коллаборационистские режимы должны формировать вот эту повестку дня для оккупированных территорий. Мы должны в первую очередь в том числе говорить о том, что будущее этого региона, реальное будущее, стабильное развитие этого региона возможно только если этот регион будет в Украине. Потому что России этот регион вообще не нужен, им не нужно 3 миллиона людей, которых они должны еще кормить. И понятно, что сами образования ЛДНР, они не резистентны, это не жизненные экономические формирования. И это все любой экономист, даже они об этом говорят. Они не выдержат долго экономического, ну никакого развития там точно не будет. И люди на оккупированных территориях и на освобожденных должны это понимать. Мы должны им донести эти месседжи очень четкие. У нас есть исследования, у нас есть стратегии, в рамках которой прописаны подобные вещи. То, как мы должны коммуницировать, с какой целевой аудиторией. А вот что касается аудитории, которая, к сожалению, следует этому изоляционистскому тренду по поводу Донбасса, что для нее должно быть направлено, какое сообщение? Дело в том, что, наверное, это то же самое сообщение где-то, как и для оккупированных территорий. Что Донбасс это Украина. А если Донбасс и если люди Донбасс это украинцы, а Донбасс это Украина, мы не можем и просто, какие бы они ни были, мы не можем взять и отрезать этих людей. Ни от пенсий, ни от газа, ни от воды, ни от света. Потому что это очень, если бы это был 19 век, мы могли бы действовать в рамках какой-то ограниченной такой концепции, отрезать и поставить кордоны. Но это 21 век, это совсем другое общество. Мы не можем даже в глазах себя оставить этих людей. Иначе тогда кем мы будем? Кроме того всего, это еще для нашей, скажем так, для изоляционистов, так званых, это, кроме всего прочего, показывает того, что в Донбассе реально есть множество людей, которые, как говорится, не просто где-нибудь там поговорили, разошлись, а те, которые реально с ними действиями поддерживают и выступают за территориальную целостность Украины. То есть это, допустим, вот это вот такие, ну как в этих телесюжетах, да, в программах такие знаковые, да, там события собраны. Насколько такого местечкового геройства, да, которое было продемонстрировано и продолжает демонстрироваться в 14-15-16-х годах. То есть, ну, к примеру, когда там в одном городе, там, который находился под оккупацией, там люди собирали местные волонтеры, даже это не волонтеры, просто местные люди, да, то есть это, они возили нашим войскам еду элементарно, добывали про них разные, там, разведывательные данные, что-то не геройство, это геройство, потому что за это, это все касалось вопроса жизни и смерти. Причем многие из них попали за это на подвал, как говорят у нас в Донецке, а некоторые правда лишились из-за этого жизни, и это реальные истории, и это те истории, которые должны быть документированы, это те истории, которые потом и создают эту новую историю и Украины, и Донбасса. А про тысячи людей, ну, неизвестно, потому что я знаю, что там даже, даже когда мой там город был, ну, и не сам в Донецке, даже когда был мой маленький городок оккупирован, то я знаю, что даже мои знакомые делали такие просто невероятные, геройские поступки, про которые за месяц, если бы кто-то не сказал, я бы про это даже не представлял, что люди на такое способны. Эти люди, ну, на самом деле, они, как это, песчинкой за песчинкой, приносят вклад в нашу победу, и приносили, и приносят, продолжают. Много людей же живет на оккупированных территориях, они тоже помогают, да, нашим там силовиками, с Бройным силом Украины, да, там добывать какую-то важную информацию, и это, ну, как вот сказать, что там отрезать, никак не отрезать, там наши люди, за них нужно бороться. И какие вот, вообще вот вам, наверное, ближе будет к информационной политике Украины, какие общие идут тренды вот на 2017 год? Ну, если мы говорим о деятельности министерства, да, и приоритетах, то, безусловно, мы говорим о том, что в 2017 год должен стать годом, когда украинское телерадиовещание вернется в полной мере, вернется на Донбасс, и хотя бы в большей мере вернется на оккупированные территории. Мы, к сожалению, нравится нам это или не нравится, главный конструктор реальности – это телевизор. И если мы не то чтобы не контролируем телевизор, а если у нас нет даже коммуникационного канала телевизионного, то мы не можем никаким образом донести свою позицию. Уже не говоря о том, что мы должны делать множество контента, множество продукта, нацелено непосредственно на жителей этого региона, да, то есть мы должны предоставить им что-то уникальное. Вот как, например, вот подобные передачи или там передачи, которые планируются вслед за этим циклом. И, то есть, это в первую очередь. Во вторую очередь мы говорим, кроме о возобновлении телерадиовещания на Донбассе, мы говорим о том, что, к сожалению, вещание с оккупированных территорий активно ведется, например, с Донецкой телевышки. И сигнал в режиме аналога добивает до Покровска и Константиновки, в режиме Т2 в цифре, этот сигнал добивает до востока Днепропетровской и Запорожской области. И это очень сильное влияние пропагандистской машины, российской пропагандистской машины, и в том числе вот этих вот местных телеканалов ДНР, там Первый и Республиканский, ТВ, Аплот ТВ или там Новороссия. Это влияние их на умы наших сограждан на освобожденных территориях. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы подавить этот сигнал, подавить это тлетворное влияние российской пропаганды. И, конечно же, вот я уже об этом говорил, это мы должны перейти к наступлению, информационному наступлению, которое будет вместе с расширением украинского телерадиовещания, мы должны создать такое обилие украинского контента, украинского продукта для жителей оккупированных и освобожденных территорий, для того, чтобы это действительно их привлекло. Например, мы знаем, что дончане в большей мере доверяют дончанам. Значит, с ними должны говорить известные дончане, а не министры, какое бы министерство, или не Жибривский, глава Донецкой висковой цивильной администрации. Потому что они его не знают, они ему не доверяют, а своим они доверяют. Соответственно, эта коммуникация должна вестись как дончане с дончанами. Что касается взаимодействия, скажем, с западными странами, ведь не секрет, что там до сих пор нет единой точки зрения на то, что происходит в Украине. То ли война, то ли гражданская война. Как-то вы планируете с ними взаимодействовать? Безусловно. Дело в том, что, к сожалению, Украина очень слабо представлена как в виде текстов, то есть контента, видеоконтента или текстового контента, так и в виде спикеров. И позицию по Украине во многих странах формирует Россия через своих фейковых подставных спикеров, которые проплачены. Это не секрет. Это и Германия, это Италия, это Австрия, даже та же Чехия. И вот здесь говорить с международной аудиторией чрезвычайно важно. И мы планируем в те же вот этот цикл «Новый герой Донбасса» сделать транскрипцию на английском и запустить, например, хотя бы через украинские телеканалы и на Мовленя. То есть, безусловно, это есть в нашей перспективе. Но в первую очередь, я все-таки хочу сказать, что в первую очередь это, например, этот цикл нацелен на жителей Донбасса и Украины. А что касается воздействия на Россию? Этот, поскольку передача на русском языке, это будет отличный продукт для России. Мы единственного покамести, у нас нет, мы только будем собирать деньги на распространение, но увидеть реальную украинскую историю Донецка, или историю украинского Донецка, или историю украинского Донецка, будет чрезвычайно положительной, полезной для жителей России, которые, так же, как и жители оккупированных территорий, находятся в жесткой информационной агрессивной среде российской пропаганды. Наверное, Виталий, ваша книга была бы полезна для издания ее где-нибудь в России? Ну да, конечно, только не знаю, как они это изойдут, потому что там все-таки была война против их, и продолжается война против их армии, и их граждане принимают участие в убийстве украинцев. Не знаю, учитывая то, что в России такой прямо диктаторский режим, который блокирует все любые, не скажем так, немосковские мнения. То есть я не знаю, как они изойдут, не изойдут. Дело в том, что вот я буквально пару дней назад был на презентации фильма «Ридни» Виталия Манского, который в том числе освещает события войны 14-15 года. Ну вот он буквально выходит, документальный фильм, который выходит в эфир сегодняшнего дня в Украине. И, например, он говорит о том, что по российскому законодательству это нельзя показывать в России. Но остается очень узкий сегмент, когда, говорит, набиваются тысячи людей в этот момент, это фестивали. Например, и вот, ну, то есть очень узкие, узкое коммуникационное плечо, у нас есть интернет и какие-то фестивали для российской аудитории. Да, или в открытый доступ, когда там спустя время определенную книжку в открытый доступ выложить, и, собственно говоря, по сайтам она все равно пойдет, по историческим и по военным. И вот пусть читают другое мнение. Ну, в конце концов, диссиденты, они везде существовали, при любом режиме, наверняка будут интересоваться материалами. Ну что еще можете добавить к вышесказанному? Я могу сказать, что это только первая такая вот линейка, продуктовая линейка, которая нацелена на Донбасс. У нас их несколько, да, у нас в наших планах еще и документальный фильм, и некоторые идеи по культурной реинтеграции. То есть, на самом деле, 2017 год должен стать годом такого коммуникационного прорыва в Донбассе. Я не знаю, удастся ли это сделать по Крыму, там ситуация где-то намного даже сложнее. Но по Донбассу, я думаю, что у нас есть возможности, чтобы 2017 год наконец-то стал не годом, а догоняние, когда мы догоняем постоянно и не можем догнать эту профессиональную, агитационную, пропагандистскую российскую машину. Но 2017 год сможет стать тем годом, когда мы сами будем формировать информационную повестку дня для Донбасса. И вот уже предпосылки уже создаются. Виталий? Ну, прежде всего, я хочу сказать то, что и Дмитрий делает, конечно же, там, министерство, и, наверное, книжка будет очередной лептой, скажем так, в разбитии этих мифов, которые давляют над Донбассом и у жителях Донецка и Луганских областей. И любое разбитие этих мифов, да, оно, скажем так, вносит вклад в возвращение и Донецка, и Луганска, и Крыма в Украину. Ну, хорошо, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Буквально вот скоро наши зрители смогут посмотреть весь цикл передач «Новые герои Донбасса». Ну, поэтому пожелаем вам удачи. Благодарим. Спасибо, что пришли к нам. А вы продолжайте оставаться в эфире Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ.